Вернуть исторический вид усадьбы Сумароковой и Тюляевой, расположенной в старой части города на улице Забелина, пытаются уже не первый год. Памятник архитектуры регионального значения кем уже только не восстанавливался. В 2009 году реставрацию особняка портал «Реал Эстейт» назвал одной из худших во всей Москве. Вместо уникальной ограды 19 века новые строители поставили железный забор на водел. Мы узнали совершенно случайно о том, что разрушают эту ограду. Там шли инженерные работы на территории усадьбы, перекладки, коммуникации. И вдруг та же фирма просто берет и сносит объект культурного наследия. Причем никакой информации не было о том, что будет, будет ли она восстановлена и так далее. То есть здесь факт уничтожения объекта наследия. Заказчиком этих реставрационных работ выступил департамент культурного наследия. Там такой творческий подход строителей не оценили. Работы по ограде не согласовывались с департаментом культурного наследия города Москвы. И мы знаем, что там произошел очень неприятный случай. И, к сожалению, это действительно называется, наверное, другого слова не так сказать, как вандализм. Наша инспекция сейчас работает по этому адресу в самом тесном сотрудничестве с прокуратурой, с милицией. С тем, чтобы возбуждать сейчас административное производство. Не ясно в этой истории и то, откуда в усадьбе Сумароковых вообще появились строители. Итоги конкурса на проведение строительно-реставрационных работ, если верить сайту госзакупок, будут подведены только 27 июня. При этом ограды уже нет, исторический особняк вовсю реставрируется, а близлежащая территория благоустраивается. И все на бюджетные деньги. На месте уничтоженной ограды памятник архитектуры за месяц стремительно возвели забор по периметру всей усадьбы, захватив заодно и прилегающую территорию. Под реставрацию попала и детская площадка соседнего жилого дома. Ее тоже снесли, а на ее месте только уже за забором сажают газоны и разбивают клумбы. Любоваться ими будут члены некоего императорского православного палестинского общества, в аренду которому на 15 лет отданы и особняк, и вся территория вокруг. Председатель общества – глава счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин. А члены организации – известные политики, бизнесмены, чиновники всех уровней. А префект Центрального округа Сергей Байдаков, в виде которого и находится историческая усадьба, возглавляет Московское отделение общества. Игорь Михайлович, губерн, бюджет, игорь Носева, игорь Носева, игорь Носева, игорь Носева, игорь Носева. В квадрат, огороженный забором усадьбы, также попали два культовых для местных жителей магазина. С винтажными вещами и необычными подарками. И вход в институт РГГУ. Что будет с ними, неизвестно. Смогут ли они ужиться на одной загороженной территории с таким высоким обществом. Жители предполагают, что и для них вход в усадьбу по завершению строительно-реставрационных работ станет закрыт. Жители теряют свою общественную территорию. Этот двор всегда был проходной. Но вот это вот огораживание вокруг, скорее всего, они хотят устроить здесь охраняемую территорию, закрытую для посещения. Комментировать ситуацию в православном палестинском обществе, к переезду которого и готовится усадьба, отказались. Ничего не смогли сказать и в префектуре Центрального округа. Мосгорнаследие тоже снимает с себя ответственность за такое благоустройство. Департамент культурного наследия города Москвы не является заказчиком по каким-либо работам по, извините, сносу детской площадки и по каким-то еще устройствам клумб и каскадам фонтанов, которые, по-моему, не имеют никакого отношения ни к одной научной реставрации. Департамент культурного наследия города Москвы контролирует и курирует только те работы, которые относятся к предмету охраны данной усадьбы. То есть непосредственно к фасадным работам и к работам по интерьеру, которые являются памятником архитектуры. Последний, но, судя по всему, главный участник этой истории – Департамент строительства города Москвы. Это они выступили с заказчиком в конкурсе, который закончится только через месяц. Правда, и строительно-реставрационные работы на 26 миллионов рублей к этому моменту тоже будут завершены.